Всем привет, это канал Миллион Абдулла Мы сегодня находимся с Андреем Потоцким в лесу И вот что мы удумали, вернее, удумал Андрей Потоцкий Посмотрите, как привязана веревка вокруг дерева А теперь смотрите сюда Вот это такой гамак, который придумал Андрей Потоцкий Вот здесь деревяшка Сантиметров, наверное, 95 Здесь карабинчики строительные, которые по 50 рублей стоят Веревка 7 миллиметров И здесь тоже петельки сделаны вокруг деревяшки Как на веревочных лестницах Очень хитрый, хотя и очень простой узел Затем здесь просто плащ-палатка согнута вокруг этой веревки Здесь еще опять петелька, опять карабинчик Несколько веревочек привязывают, чтобы не сползала плащ-палатка И там тоже привязана одна и вторая Но можно было бы и одну, просто веревки не хватило Ее здесь метров 10, наверное Веревочки держат палатку по краям Там есть петельки очень удобные А сейчас Андрей продемонстрирует Вот как он в нее будет садиться, в этот гамак, в него вернее Давай, Андрей, попробуем Итак, это обычная плащ-палатка Которая продается в магазине буквально за 300 рублей Веревка стоит 100 рублей, карабинчики по 50 Ну, а палку можно просто спилить в лесу какую-нибудь ненужную, совсем кривую даже И маленькую веревочку Все, что нужно для полного счастья А теперь можно вдоль попробовать посмотреть, что будет Попробуем Вот, пожалуйста Здесь я посоветовал Андрею, чтобы он попробовал вторую палку привязать там, где ноги Чтобы можно было их облокотить, так сказать Но можно и так Рост Андрея метр 80 Если рост вашей девушки метр шестьдесят пять, метр шестьдесят Ей будет здесь очень удобно Сама плащ-палатка весит где-то приблизительно килограмма полтора-два Правильно я говорю? Да Все отлично Андрей Потоцкий, канал Миллион Абдулла Показали вам прекрасный метод Как можно из простой плащ-палатки сделать очень дорогой гамак Крепкий, надежный, незаметный в лесу Отличная вещь для отдыха Пока-пока Помаши ручкой, Андрей Пока Дорогие друзья, подписчики канала Миллион Абдулла Сейчас мы видим, как Андрей Потоцкий приспособил плащ-палатку Сделал из нее вот такой гамак У нас вышел небольшой спор Тут карабинчик пристегнут Там просто на узлу И вдвойне А здесь вот на пуговке, где смог, застегнул Вот Андрей утверждает, что это будет крепко и надежно Я же утверждаю, что сейчас он упадет Сейчас будем смотреть, что из этого выйдет Долго Андрей мучился Все-таки все завязал Я ему специально не помогал Чтобы было понятно, что это все можно делать одному Андрей все-таки справился Теперь смотрим, что будет Так, кажется, сейчас будет падение Ну давайте смотреть Так, уже что-то хрустнуло Сейчас Так, Андрей Андрей решил Подстраховаться и не торопиться Ну, похоже, что тут вроде бы держится еще Ну, как оно? Ну, все же выдержало Да как-то вот все-таки Да, смотри, это неужели выдержала конструкция? Конструкция выдержала Слушай, вы действительно выдержала? Вот здесь вот я дал маху Надо было вот здесь завязать все-таки по ширине А тут очень далеко получилось Ну, понятно Поэтому А попробуй с другой стороны Я с другой лучше не надо А то там нагрузка будет И немножко у меня получилось несимметрично Надо, конечно, вот эти палочки Чтобы они были параллельно Ну, это как бы Набросок Первый блинком Это никакой не блинком Только был набросок Даже эту порнографию пока не снимай Я вот сейчас, когда растянулась Ну, я уже снял Ну, понятно Ну, я был сильно и серьезно удивлен Что ты не упал У меня было почему-то представление Что из палки надломятся Ты упадешь Грохнешься Гнешься Как обычно И все будет весело и хорошо Ну, вот Слушай, так затягивается хорошо, зараза Этот узел Ну, так как же Это как бы Ты же завязал-то Это змея какая Это даже не узел Это найдет Внахлёст Одно понятно Что конструкция сложная Трудная Объяснимая Какие-то хитрые узлы Причем их тут много Карабина Все намудрено Но, тем не менее Похоже на настоящий гамак Надо вдоль ложиться Я понял А, ну, давай Сейчас посмотрим Ну, сейчас падение гарантировано Раз вдоль, то все Так Давай Сейчас все-таки Что-то будет Всегда-всегда Так было Ну, вот сейчас Давай, Андрей Ты сейчас похож на человека Который впервые Летит на самолете Так-так-так Ого Нет, смотри-ка ты Держится Оно летит Ура Ну-ка, ну-ка, ну-ка Да, это надо выложить Слушай, неужели получилось? Получилось Гораздо лучше, чем у меня Слушай, ну ты эту парнуху не выкладывай Давай я сделаю нормально Из толстой 7-миллиметровой веревки Видишь, 5 миллиметров веревка выдержала Ну, я понял Вот Ну, я с размерами ошибся Надо палочки вырезать по ширине По ширине гамака Вернее, половину шириной А почему ты считаешь, что не надо выкладывать? Мне понравилось Все, выдержала Я был уверен, что ты сейчас грохнешься Уверен просто Понятно, что я тут в роли дурака такого клоу Почему дурака-то? Гений, наоборот Придумал хорошую штуку Ну, это был первый эксперимент Да, первый Вот Он немножко вышел косяком Сейчас я сделаю второй Я теперь понял свои ошибки Ну, я вот оба и выложу Как говорится, первая серия попытка Первая серия дурацкая Да, а вторая будет уже получше Вторая уже там, уже умные люди Я умное лицо буду делать Естественно А сейчас у меня глупое лицо Почему глупое? По-моему, удобно получилось В общем-то, да Гораздо удобнее, чем днотой, да? И ничего не сломалось, не порвалось Да, а вот что меня и удивило Все держит То есть, в принципе, если это сделать прямо, а не криво То это должно получиться нормально Ну, прекрасно Прекрасно Отработать посадку в гамак Это тоже отдельная тема Да Но ноги, ноги удобно лежат И руки Ноги удобно лежат Руки Или или нет Так что От земли далеко получается Все нормально Вот для человека Роста метр шестьдесят Это самое то Здесь вводить рост Он может спать Ну да Все-таки гамак этот Сто лет назад разрабатывался Для людей, которые В среднем Наверное, пониже современных Метр шестьдесят, я думаю, раньше Средний рост был Метр шестьдесят Если был гамак два метра Для современных Молодых людей Да, да, да Он был бы уже совсем другой То есть, для меня метр восемьдесят Он должен был бы хороший Угу Как раз бы С ногами бы я сюда залез И очень хорошо бы развлестился Понятно Ну вот походники Теперь возьмут наружение А сверху можно привязать веревку Сверху Ага И на нее вторую плач-палатку Вот так вот растянуть А вторая плач-палатка Вот Тоже Старым способом повешена Очень быстро Это, конечно, долго тут возиться Но если набить руку То быстро тоже получится Это недолго возиться Я видел ролик, где вешают палатку Какой-то там непонятной фирмы С кучей всякой дребедения Какие-то кармашки Там фигашки Сеточки Ну это просто порвуха Ну может быть в ней удобно, конечно А, кстати, она без этих Без палок поперечных Просто вот так вот Такой мешок Как вот так Просто по длине Ну все, давай вторую серию Я выключаю А то вот так мы тут наговорим Сейчас вставай Так эффектно, понимаешь Палки крепкие Не надломились Ничего не упало Смеяться не над чем Вот это меня порадует Продолжение следует...